Сторонников Зеленского не принимает никакая логика, никакие зашквары их кумира. У них главный аргумент – аргумент номер один – зато такой, как мы. И это правда. В самом деле такой, как они. Зачем им слишком умный, знающий несколько языков, экономику, политологию, международные отношения, ходит в костюме с галстуком, работает день и ночь, на равных разговаривает с Меркель или Трампом. Им нужен такой, что ест шаурму, говорит на суржике, не может связать двух слов, забивает на работу ради Турции или Монатика, точно такой, как они. И они счастливы. Готовы простить ему безграничную глупость, полную зависимость от Коломойского, развал экономики, армии и потерю государственности. Зачем им армия? Чтобы сыночка призвали? Да лучше, чтобы ее не было. Что им государство? Его на хлеб не намажешь. Порошенко точно таким не будет. Поэтому одна единственная поездка Порошенко на отдых среди невероятной многолетней нагрузки вызывает лютую ненависть. А Вова наш. Ну съездил в Турцию, ну сходил на концерт, ну попрыгал на Лиге смеха. Надо же человеку отдохнуть. Не дают работать парохаботы. А ситуация на самом деле очень простая. Кремлю нужно было любой ценой решить вопросы Донбасса, санкций и Крыма. И для этого убрать Порошенко и поставить во главе государства зависимого человека. Соответственно, в союзе с олигархами-владельцами СМИ, которым тоже не нравились изменения в государстве, ограничения их возможностей и доходов, была организована информационная атака против Порошенко и его команды по всем возможным информационным каналам – ТВ, соцсети, газеты, радио, региональные паблики и тому подобное. В процессе этой атаки политическое руководство Украины, которое сопротивлялось намерениям Кремля, обвинялось в коррупции, измене всех мыслимых и немыслимых грехах, раздувались искусственные предвыборные скандалы, дело Гонзюк или Гладковских. Все это делалось ведущими СМИ в режиме нон-стоп. Параллельно проводилась информационная поддержка полностью зависимого от коломойского комика Зеленского, которому в мозгах обывателя формировали образ «молодого, не заангажированного, перспективного, с новой командой». От его имени в соцсетях с помощью алгоритмов, которые определяли возраст, социальный статус, интересы, политические предпочтения пользователя, целевым группам рассылались приятные им обещания, часто совершенно противоположные. Таким образом, простые люди были подвергнуты тотальной информационной атаки, фактически стали жертвой информационных методов ведения войны. В результате Кремль в союзе с украинскими предателями, политиками и олигархами, взял под контроль политическое руководство Украины и теперь пытается решить свои задачи. Обыватели начинают понемногу понимать, что что-то идет не так. Факты кричат об этом. Но очень трудно признаться самому себе, что тебя развели, как лоха. Пошилы в дурни.